Приветствую вас! Ваш ответ, который я хотел бы вам написать, будет исходить из двух позиций. Первая позиция, которую я хотел бы обогнать, позиция первая, потому что, в принципе, о другой позиции вам не говорили неоднократно, вот, мне бы не хотелось повторяться, поэтому я хотел бы именно вот начать с того, что делать, чтобы наладить самому, собственно говоря, контакт и, значит, как найти ей подход. Вы говорите о том, что она, значит, за всех призывает, и, значит, очень всегда за всех призывает, и надо говорить, что ее все достали. Ну вот, знаете, а если за всех призывать, то люди действительно будут доставать. Это, к сожалению, так. И по-другому несчастью не бывает. Поэтому давайте подумаем, а вот почему ваша мама, она за всех призывает? Вот, вот, с чем связана ее вот такая вот стратегия поведения, с чем связана? Она за всех призывает. Наверное, наверное, связана это с тем, что у нее самой как-то не очень много интересного в жизни. Наверное, наверное, она переживает, потому что для нее именно вот в ее жизни сейчас нет ничего такого, что могло бы как-то заполнить ее. Нету в ее жизни приложения энергии, которая могла бы помочь ей как-то себя реализовать. Вот, по моему мнению, именно из-за этого она и так вот сильно за всех переживает. Соответственно, вам нужно сделать, на мой взгляд, важную вещь. А именно, постараться помочь своей маме найти такие аспекты, такие поведенческие формы, которые помогли бы ей реализовать себя, которые помогли бы ей как-то отвлечься пожить, может быть, для себя. Вот это вот очень важный, на мой взгляд, момент. А вам, в свою очередь, важно, конечно же, не провоцировать свою маму на какие-то скандалы, на какие-то ссоры. Но важно, чтобы вы вели себя с ней так, как она вас ждет. Это если вы хотите вот к ней найти подход. И, собственно говоря, при ней ее ни в коем случае не расстраивать. Основной момент здесь заключается именно в том, чтобы вы постарались найти для нее некие занятия, некие формы реализации, чтобы не было вот этих вот постоянных переживаний за других, как вы говорите. Ибо это очень плохо, а самое главное, самое главное, это позволяет снимать в себя ответственность. То есть вот это то, что она, скорее всего, возможно, и делает. Снимает в себя ответственность за то, что происходит в ее жизни. За счет ответственности за других людей. Призывая за других, я забываю о себе. Призывая за других, я позволяю делать себе то, что, в принципе, не должен бы позволять. Но из-за того, что я делаю это якобы для других, и просто из-за того, что я делаю что-то для других, я получаю морально право, вот, собственно, делать какие-то вещи. И именно не очень хорошие. Это касается того аспекта, что вам нужно делать, чтобы найти подход к нам. Понять ее желание и постараться ее желание как-то реализовать. Вряд ли здесь у вас могут быть какие-то еще другие варианты. Ну, хотя бы просто потому, что, наверное, вам об этом отказали, что ваш уманный человек пожилой, и вряд ли будет меняться. Надеяться на то, что она станет другой, надеяться на то, что она изменится, вряд ли можно и вряд ли имеет смысл. Ни к чему хорошему это вас не приведет. Теперь давайте подумаем о том, что вам делать, если вы все-таки постараетесь понтать для себя, что ваша мама действительно использует, ну, не обязательно осознанно, вот это вот то, что вам необходимо тоже всегда держать сознание. Не обязательно осознанно, но она использует довольно-таки нечистые приемы для того, чтобы заставить вас делать то, что она хочет. Например, она говорит вам страшные слова, что у нее больше нет дочери. Но ведь это не так. У нее есть дочь. И как бы от ее слов дочери, то бишь вам, очень тяжело. Но ее это не волнует. Почему? Потому что она думает о себе. Потому что ей на данный момент интересно только она. И она знает, что вы никуда от нее не денетесь. И поэтому ведет себя с вами именно так. Исходя из этого, мне бы хотелось до вас занести одну важную вещь. А именно, любая попытка найти телеконтакт с вашей мамой, любая попытка перед ней извиниться, будет воспринята идеей как слабость. И как неуверенность в себе, к сожалению. И это неуверенность в себе ваша, по ее мнению. Она будет использовать для того, чтобы вы делали для нее то, что она хочет. И все. Это неприятно, это ужасно. Но я боюсь, что это именно так. И чем дольше вы пытаетесь, например, от этого отстраниться, чем сильнее вы пытаетесь от этого отстраниться, тем, к сожалению, больше шансов получает ваша мама на то, чтобы вас использовать. Думаю, здесь нужно в первую очередь вам понять следующее. Действовать нужно исходя из своих интересов. Вот исключительно только из своих интересов. Мама действует так, как будет она вам. Вам нужно действовать так, как хотите вы. В противном случае всегда вы будете недовольны. Вы сами признаете, что ситуация, из-за которой вы поссорились, является пустяковой. А это значит, что ваша мама просто искала повод для того, чтобы вы с вами поссорились. Для того, чтобы выставить вас виноватой. Потому что так ей нужно. Потому что это то, чего она хочет. Потому что ей нужно. Ей нужно, чтобы кто-то был виноват. Для того, чтобы себя выставлять жертвой. И для нее эта позиция выгодно. Для нее эта позиция означает, что вы будете просить у нее прощения. Оносять, что вы будете как-то говорить ей, как она вам дорога. И тем самым она, тем самым она будет чувствовать себя нужной. И вот здесь еще один, на мой взгляд, очень важный момент, связанный со следующим фактом. Ваша мама действует по такому не очень хорошему принципу. Вообще не потому, что она злая. Дело здесь совсем не злостая. Дело в другом. Ей это нужно. Она боится, что останется одна. Она боится, что у нее никого не будет. Она боится, боится стать ненужной. Именно по этой причине она и ведет себя в подобных образах. Если вы поймете, что ей движет, а вы, я думаю, можете это понять, потому что это не так сложно. Вы перестанете воспринимать ее, как серьезного партнера в своих отношениях. И если вы перестанете воспринимать ее, как серьезного партнера в отношениях, то вам будет куда проще вести себя с ней. Спокойно, правильно, с одной стороны, нацеленно на нее, то есть позитивно, адекватно воспринимая все, что она вам говорит и делает, например. А с другой стороны, с другой стороны, то куда важнее вы будете защищать себя, свои интересы. И вот это является также очень важным аспектом. Потому что без этого факта вы, боюсь, всегда будете страдать от того, что она вами манипулирует. Она играет на вашей неуверенности в себе, возможно. Она играет на каких-то ваших чувствах. Она хочет, чтобы вы чувствовали свою вину за что-то. И тем самым она, к сожалению, самоутверждается. И вот данный аспект является для вас негативным. Вы пытаетесь понять одну такую, на мой взгляд, простую вещь. Что в любом случае и при любом раскладе, ваша мама, она никуда от вас вообще не денется. Она не уйдет, не исчезнет. Она, так же, как и вы, нуждается в вас. Так же, как и вы вне, она нуждается в вас. Но в отличие от вас, она нуждается в вас больше. И именно потому, что она нуждается в вас больше, она таким образом пытается привязать вас к себе, своим вниманием, вашим вниманием к ней. Поэтому выбирать вам, что делать, если вы хотите найти мне подход через потакание и через прогиб. Это ваше право. И в этом праве вас никто не может осуждать. Но ситуация тогда будет повторяться снова и снова. То есть, это деструктивный подход, нацелен именно на достижение, ну, какого-то, вы знаете, силминутного результата. Если, если вы примите другое решение, то это будет результат более отдаленный по времени, но более такой основательный и так далее. И, наконец, вам хотел бы я задать пару вопросов. Значит, вы спрашиваете, что начинают ее слова и что сказать, чтобы ее успокоить? Имеется в виду, вы здесь спрашиваете о том, что начинают слова «у меня больше нет дочери». Если говорить конкретно, то слова эти означают то, что вы не смогли соответствовать ее ожиданиям. Вот именно из-за того, что вы ее ожиданиям не смогли соответствовать, у нее больше нет дочери. То есть, ее дочери просто, кто будет беспрекословно, безропотно быть той, кем она хочет вас видеть. Сказать ей, чтобы успокоить ее, вы можете все что угодно в рамках двух подходов, которые я вам дал. Проказать далее. Она вы пишет, что она делает вас виноватой. Скажите, пожалуйста, а вы позволяете ей делать себя виноватой? И почему? Вот почему вы позволяете возлагать на себя ответственность, которая, в общем-то, вам не принадлежит. Вот чем продиктовано подобное неуверенность в себе, страх, сомнение? Подумайте, пожалуйста, об этом. И в этом направлении, с этой точки с вами нужно будет работать. Потому что если вы позволяете делать себя виноватой, то на это есть причины. И я полагаю, что отчетки эти причины в том, чтобы доказать о своей маме, что вы хорошая, что вы достойны ее и так далее. Это, к сожалению, не является, опять же, конструктивным правильным подходом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы в WhatsApp ставить, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok